Ну все, давай начинаем работать. С началом весны проезжающие по Чуйскому тракту автолюбители могли наблюдать необычную картину. На расположенных рядом скалах находились люди, но они не писали, как это часто бывает, что-то вроде «Здесь был Вася», а совсем наоборот, очищали от надписей, оставленных вандалами. Для России такой проект не в новинку. Этим уже занимались в Красноярском крае, Якутии, на Урале, но Алтайский – самая масштабная задача – очистить в общей сложности больше 3000 квадратных метров. Причем в списке как популярные туристические объекты, так и труднодоступные участки, куда не забраться без специального снаряжения. Работу выполняют специалисты Краевого отделения Русского географического общества на средства губернаторского гранта. Они говорят – написать легко, стереть трудно. Тем более, что, заботясь об экологии, приходится работать вручную, срезая слой краски миллиметр за миллиметром. Очень сильно зависит от того, какая структура и текстура камня. Вот здесь, например, ну так скажем, это чистые взрывные или какие-то работы, да, то есть поверхность камня очень специфическая, и краска въедается фактически намертво. То есть, к сожалению, вот вы можете видеть, вот этот участок, вот здесь 25 квадратных метров, мы работаем уже в совокупности где-то около вторую неделю заканчиваем. На сегодняшний день специалисты РГО и волонтеры реабилитировали больше 500 квадратных метров скал в Красногорском, Алтайском районах. Прямо сейчас наводят чистоту на скалах Белокурихе. Впереди Краснощоковский, Изменогорский, Курьинский и другие предгорные районы. Окончательно вернуть Алтайским скалам первозданную чистоту планируют уже в середине осени. Илья Кочетков, Евгений Андреев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова